Подсчитаны голоса и объявлены прошедшие Верхнюю Палату Парламента. На нынешних выборах сенаторов не обошлось без эксцессов. Центрозбиркомам было отказано в регистрации 17 претендентам. Двое из них пытались доказать свое право на участие в выборах при помощи суда, но в иске им отказали. Как в целом оценили прошедшие выборы международные наблюдатели, расскажет Айгирим Авдебек. В Казахстане завершились выборы депутатов Сенат Парламента. По итогам голосования было избрано 16 человек. Наблюдатели от миссии Содружеств независимых государств и ШОС заключили. Выборы прошли прозрачно, честно и на высоком уровне. Теперь комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ предстоит подвести итоги мониторинга предвыборной кампании кандидатов. В этом году агитация завершилась 29 сентября. Но и до этого этапа желающим необходимо было заручиться поддержкой коллег. 17 кандидатов депутата Сената им было отказано в регистрации. Основные причины в том, что они своевременно не смогли сдать документы в областные избирательные комиссии. Это в основном касалось сбора подписей депутатов в свою поддержку. Не смогли собрать, поэтому мы им отказали. В нынешней выборной кампании нашлись и такие кандидаты, которые пытались доказать свое право на участие через суд. Из-за несоответствия и отребованиям Конституции эти депутаты так и не смогли претендовать на кресло сенаторов. В целом же за ходом голосования и процедурой подсчета данных наблюдали 387 человек, включая и зарубежных представителей. Голосую за тех, которым больше доверяют и которые знают лучше. И надеются на лучшую работу. Поэтому будем надеяться, что избран достойный кандидат, который оправдает доверие и депутатов Маслагата, и, наверное, жителей города Алматы. Теперь состав Сената парламента полностью утвержден. 47 человек, из которых 16 – новички, готовы к работе. Согласно данным ЦИК, средний возраст избранных депутатов – 56 лет. В их составе 7 инженеров, 4 сельхозработника, 2 экономиста, столько же преподавателей и 1 юрист.